Коллеги, добрый день! Меня зовут Мария Нинашева, я являюсь руководителем проектов 1С, а также я являюсь действующим консультантом-аналитиком на проектах по внедрению 1С. Сегодня у нас тема с вами особенности обработки документов в документы оборот 3.0. Мы сегодня пойдем с вами по плану, как обычно, то есть сначала у нас с вами идет теоретический материал, подготовленная презентация по теме вебинара. Вопросы вы свои можете писать сразу по ходу вебинара, чтобы их не забыть. Мы потом либо в конце их разберем, либо если это частная ситуация, то мы будем уже их, мы предложим вам разбирать на отдельной встрече, потому что бывают ситуации, что нужно отдельно разбирать, но самое главное сразу пишите по ходу вебинара. По таймингу у нас 45 минут, ну и можем при необходимости немного подвинуть время, как мы сегодня с вами по плану будем работать. Сначала теоретически разберем, потому что вопрос объемной особенности обработки документов. И далее уже посмотрим с вами на примере, на конкретном, на системе, на примере вида документа и на примере самого документа, как выглядит у нас обработка документа теперь в программе. Включу ее на весь экран, чтобы было лучше видно, и посмотрим план работы, который у нас сегодня будет. Мы рассмотрим особенности настройки видового состава документов, создание вида действий, создание правил обработки самого документа. Далее посмотрим настройку действий в настройке в виде документа в обработке, схемы обработки документов, настройку автозапуска обработки, начало обработки документа, как происходит остановка обработки документа и состояние документа в разрезе действий. И далее мы посмотрим тему постановка действий на контроль. Итак, начнем с вводного слова. Кратко расскажу вообще о документе оборот 3.0. В документе оборот 3.0 используется интерфейс такси, то есть сам рабочий стол. Сейчас параллельно включу, прям пару минут, мы все равно эту тему затронем. Сама программа у нас имеет интерфейс такси. Видно сейчас экран? Сама программа у нас имеет интерфейс такси. Рабочий стол – это не просто у нас стартовая страница программы, это рабочий стол сотрудника, то есть здесь он видит виджеты сразу, то есть новые задачи и документы, которые ему поступили. Также мы сейчас смотрим рабочий стол руководителя. Здесь руководитель видит статистику по своему отделу, задачи подчиненных, какие у нас просрочены, истекают срок в срок. Это виджеты на нашем рабочем столе, то есть это стандартный рабочий стол, а также мы можем добавить все, что необходимо сотруднику нашему, для того, чтобы свои задачи выполнять, чтобы не переходить в меню и не искать те пункты, которые ему нужны. И также справа мы видим реестры, то есть это те элементы системы, которые также необходимы руководителю, чтобы быстрее реагировать на то, что происходит в системе, на задачи, на документы, с которыми он работает, и сразу видит, какие обновления поступили. Весь интерфейс у нас настраиваемый, то есть начиная от панели и заканчивая виджетами, набором реестров, которые видит сотрудник, который у нас работает. Для руководителя стандартно в системе предусмотрена одна наборка функций на начальной странице для сотрудника, другая наборка функций, но настраивать ее также можно. На это стоит обратить внимание. Сама структура документа оборота, она доработана с учетом пожеланий пользователей документа оборот 2.1, то есть учли пожелания, учли ошибки и доработки, которые обычно делали в документ оборот 2.1, и документ оборот 3.0 теперь стал у нас более удобный. Ну, в общем, сказала о том, как у нас стройка теперь выглядит, и вернемся к нашей презентации, уже продолжим по основной теме нашего сегодняшнего вебинара. Что у нас, от чего у нас идет вообще тема настройка обработки документа. Настройка обработки документа, она у нас общая для вида документа, поэтому мы немного подробнее рассмотрим, что же такое вид документа. Вид документа – это реквизит, который у нас является по умолчанию обязательным при регистрации любого документа. Вид документа именно в виде документа определяется, что будет дальше происходить с документом, то есть по какому маршруту он пойдет в обработку, какой он будет использовать шаблон, как будет присваиваться регистрационный номер, с чего он будет складываться, набор дополнительных реквизитов, который будет доступен в этом виде документа. И все другие настройки и особенности вида документа, они именно настраиваются в карточке вида документа. То есть документов можно создать неограниченное количество, и все документы по текущему виду будут объединять именно те настройки, которые у нас заданы в виде документа. Создать и настроить каждый вид документа, настроить сам список видов документов мы можем из пункта меню НСИИ, то есть делается это обычно ответственным сотрудником за НСИИ в компании. Мы рекомендуем выделять именно какого-то определенного сотрудника, даже если у вас сотрудник этот занимается не только НСИИ, а какой-то еще деятельностью, но обязательно он должен именно за это направление быть ответственным, чтобы не было хаоса в настройках и тем более не было неопределенности, кто и в каком порядке меняет у вас порядок обработки документов и состав перечня этапов обработки документов. Потому что это очень важный момент. Многие элементы системы, они влияют на финансовую работу компании, как у вас идет обработка документов, и важно, чтобы за это нес ответственность определенный человек. Какие у нас настройки задаются при создании вида документа? Мы рассмотрим сейчас закладки, которые есть, и позже мы посмотрим их на системе, что они у нас прямо на примере нашего вида документа. На скринах тоже подробно изображено, что где открыть и посмотреть, чтобы можно было не только записи, но и в презентации тоже увидеть, где у нас находятся в системе эти настройки. На закладке «Основное вида документа» указывается наименование. Также указывается, можно настроить дополнительные свойства данного вида документа, ввести особенности настройки нумерации, то есть как у нас строится индекс нумерации документа, и флажками установить настройки для каждого вида документа. На закладке «Нумерация» можно настроить автоматическую нумерацию или ручной ввод номера при регистрации данного вида документа. Это уже зависит от ваших процессов, то есть как у вас происходит, зависит ли ваша нумерация от тематики, от названия организации, от контрагента, либо вы просто нумеруете вручную, у вас, допустим, не такой большой поток документов, и необходимо нумеровать вручную. Это все настраивается на вкладке «Нумерация документов». Далее на закладке «Создание документов» указывается список пользователей, кто может создавать документы данного вида, то есть разрешение на создание документов. Также можно сделать в разрезе тематик. Тематики – это тоже новшество документа «Оборот 3.0». То есть ранее у нас документы делились только по видам, теперь у нас есть дополнительный разрез по разделению документов, теперь у нас еще есть тематики, которые уточняют виды документов. Если это, опять же, необходимо, то вы можете более тонко настроить вид документа, используя тематики. И далее уже, когда вы будете создавать сами документы с указанием тематик, то по указанным шаблонам, по указанным правилам у вас будут создаваться автоматические роли и доступы в документах, исходя из настроек создания документов, разрешений. Далее, на закладке «Тематики» создаются сами тематики, если вы их используете. Тематики могут быть, допустим, если у вас вид документа договор, и вы его уже делите по тематикам, и какие у вас есть договоры. Далее у нас идет именно та самая вкладка «Настройка обработки», где у нас указывается состав действий, который предусмотрен для данного вида документа, и порядок следования самих действий, настройка самих действий. Все особенности, все тонкости настройки мы немного позже сейчас с вами еще подробно рассмотрим. То есть, что можно настроить, какие автоматические функции можно настроить, какие действия можно производить, и в каких вкладках с настройками обработки мы позже с вами прямо подробно тоже рассмотрим. И вкладка, так, про обработку сейчас позже вернемся, и закладка роли файлов. Здесь мы указываем группы файлов документов. Например, будет ли это содержание или приложение, будет ли это основной документ, либо вы еще используете в файлах к своим документам приложение. Это указывается на закладке роли файлов. Часто указывают сам файл договора, допустим, это как основной документ к вашему виду документа, и указывается приложение при необходимости, если существуют такие виды файлов к вашему договору. То есть можно указать неограниченное количество ролей файлов, которые они будут исполнять для этого вида документа. Перейдем с вами в систему и посмотрим на примере эти вкладки, как они у нас выглядят в системе. Так, сейчас обновится. Вижу, что обновилось. То есть как мы и рассматривали с вами презентации, мы переходим в НСИ, виды документов, и откроем с вами на примере договора. Вот наши вкладочки. То есть во вкладке основной у нас используются настройки всех документов. Для договора у нас проставляются определенные галки в настройках. То есть если у нас является договором, то автоматически уже у нас ведется учет по организациям и ведется учет сторон, а также устанавливаются остальные настройки, которые у нас важны именно для этого вида документа в соответствии с нашими процессами. Далее видим настройки нумерации. В данном виде документа мы видим две настройки нумерации. Тоже стоит обратить внимание, что есть временные номера и номера договоров постоянные. В документе оборот 3.0 есть такая дополнительная функция новая, что документам, когда они еще не зарегистрированы в системе, присваивается временный номер. Таким образом, документ, который еще не зарегистрирован, вы уже можете найти в системе по определенному номеру. Далее, когда документ пройдет регистрацию, он уже по новому правилу будет получать, получит свой постоянный номер в соответствии с правилами уже с другим, которые вы настраиваете для постоянных номеров, для документов. То есть в данном случае у нас есть настройка и для автоматического, и для временного, и для постоянного номера договора. Далее мы смотрим, кому у нас разрешено создавать документы. Эта настройка находится на вкладке создания документов. И здесь мы видим, что в данном текущем случае у нас для всех сотрудников разрешено создание документов. И также мы видим настройки шаблона, что у нас запрещено изменять реквизиты из шаблона и запрещено удалять файлы. У нас указаны настройки реквизитов документа, то есть состав реквизитов документов для этого вида документа. У нас указан файл. И здесь же мы видим роли файлов, которые у нас настраиваются в последней вкладке. Категории и доступ к документу. Доступ к документу – важная настройка. Здесь есть, что мы можем запретить автоматическое расширение доступа к документу. Для чего это используется? Это используется для тех документов, которые у нас являются закрытыми, которым очень важно, которым не дать доступ сотрудникам по касанию. То есть в документ оборот 3.0 есть принцип автоматического расширения доступа. Если сотрудник, если пользователь у нас каким-либо образом связан с документом, с действиями по нему, то у него открывается автоматический доступ к этому документу. Это и есть автоматическое расширение доступа. Если мы понимаем, что документ, допустим, содержит коммерческую тайну, содержит информацию, которая не должна попасть к широкому кругу сотрудников, то мы можем запретить автоматическое расширение доступа. И данное правило для этого вида документа у нас работать не будет. Так, переходим далее. Следующая вкладка, это самая интересная вкладка для нас, это настройка обработки. То есть, если ранее мы правила, по сути, обработки маршрута документов, настройки маршрутов процессов делали отдельно в отдельном рабочем месте и создавались сами маршруты отдельно от видов документов, и при запуске мы их использовали, то теперь принцип у нас поменялся. И для вида документа у нас создаются те действия, которые мы будем с ним производить. То есть, здесь также настраиваются выбранные действия. Во-первых, настраивается настройка, с какого, по какой период она действует. Можно создавать несколько настроек и указывать периоды. Допустим, в текущем месяце у вас одна настройка. У нас посмотрим период обработки. Вы указываете один порядок действий и одни настройки режима автодапного запуска, условия запуска. И со следующего периода у вас порядок действий меняется, вы устанавливаете следующую настройку. Важно, чтобы эти настройки не пересекались. Далее мы с вами рассмотрим принципы, которые важны при работе с настройкой обработки документа. И уже посмотрим на примере, как она работает. Так, и вкладочка у нас роли файлов. Как раз у нас здесь есть основной и вспомогательной. Заведены две роли файлов. Вернемся с вами в презентацию. Рассмотрим все особенности настройки документов. Обработки и так. Итак, при создании нового вида действий мы посмотрели с вами действия в самой системе в вкладке настройка обработки. При создании нового вида действий у нас открывается карточка, в которой мы следующие данные можем заполнить. Следующие шаги. Один из шести предопределенных типов, то есть в системе у нас типы предопределенные, это исполнение, согласование, подписание, утверждение, регистрация и ознакомление. Далее наименование. Произвольное наименование заполняем мы ему вручную. И настройку разрешать участникам, менять предмет. Она установлена по умолчанию для всех видов действий, кроме ознакомления. Что это означает? Это означает, что все участники этого действия будут получать права на изменение предмета обработки. Если мы хотим, чтобы такой возможности у нас не было, то необходимо эту настройку отключить. И также просматривать и редактировать созданное действие, также можно и в карточке документа. Также забегая вперед немножко, скажу, что если у нас настройка вид действия не сделана, настройка обработки документа, то мы можем настраивать обработку документа прямо из самого документа. То есть мы из самого документа можем и видеть, и редактировать те действия, которые мы создали в виде документа. Бывают ситуации, когда нам неудобно настраивать настройку обработки в виде документа. То есть если, допустим, у вас каждый документ уникален и идет по уникальному маршруту обработки, тогда будет удобнее заполнять настройку обработки именно из самого документа. Программа это делать позволяет. Если у нас в виде документа настройки обработки нет, если там не настраивали. Правила обработки документа – это комбинация настроек видов действия, имеющих смысл для самого вида документа. И, как я и говорила, они создаются у нас в разрезе видов документов, тематика, организации и подразделений. С помощью правил обработки можно очень гибко настроить обработку документа, процесс обработки документа для участников каждого действия, исполняющих каждое действие по обработке. Настройки правил начинаются с создания действий, присущих тому или иному виду документа. Как мы уже посмотрели, это делается именно на закладке настройка обработки. Далее у нас устанавливается период действия нашей обработки, с какой датой и какой у нас действует наша обработка, для того, чтобы если у нас другой период действия, где будет другой маршрут обработки, другие правила, мы можем сразу их настроить, задать, установить другой порядок и другие даты. Самое главное, чтобы они не пересекались. То есть мы можем какой-то периодичный задать, и правила в зависимости от периода у нас будут изменяться, идти в зависимости от наших процессов. После создания настройки действий создаются правила обработки, в которых можно задать и состав участников этих действий, и также прочий широкий спектр настроек. Ниже тоже мы будем их смотреть. Также возможно уточнение правил с помощью подчиненных настроек. Тоже мы их посмотрим. На скрине ниже они указаны. То есть глубину необходимых настроек по вашей обработке, как вы будете делать общие настройки для всех видов документов, для всего вида документов, будете ли разделять на тематики. Также насколько необходимо вам делать по периодичности настроек документов, это зависит все полностью от ваших процессов. И чем проще вы сделаете максимально, простите, настройки обработки ваших документов, тем проще по необходимости вам будет их менять и обслуживать эти настройки документов. Поэтому мы рекомендуем слишком много не использовать функциональности тогда, когда она вам особо-то не нужна. Только при действительно необходимости, чтобы это сделать, нужно сначала описать свои процессы и понимать, действительно ли в этих разрезах вам нужно делать настройки обработки. Либо достаточно будет более общей настройки. Также можно использовать иерархию правил от вида документа и уточнять их по вышеперечисленным разрезам, это по тематикам, по организациям, как мы уже говорили. Программа в этом плане проверяет действия пользователя при настройке обработки. То есть если вы создаете какие-то правила, которые у вас являются пересекающимися и противоречат друг другу, когда у вас есть одни и те же разрезы, то есть разрезы совпадают, и система не может однозначно определить, как же ей действовать дальше, по какому маршруту идти, то программа выдаст ошибку, она не пойдет дальше и предупредит вас о том, что необходимо уточнить, необходимо настроить так, чтобы была полная однозначность. Какие действия системы вы ожидаете. Далее карточка настройки самого действия открывается из списка действия в окне правила обработки документов двойным кликом. Также можно через контекстное меню открыть настройки действия и произвести настройку карточки самого действия. В карточке настройки действия мы можем задать следующие параметры участников, сотрудников, роли, автоподстановки, подразделения, рабочие группы и проекты. Обращаю внимание, что мы можем не только пользователей задавать, но и мы можем задавать конкретных сотрудников, можем использовать роли и автоподстановки. Далее у нас этапы действий задаются, порядок выполнения самого действия. Здесь по аналогии, кто у нас использовал документ оборот 2.1, в принципе, все то же самое, что вы делали в шаблонах процессов, вы можете задавать и здесь. В обработке просто механизм теперь выглядит для пользователя по-другому, удобнее. И не заходя в отдельное рабочее место, сразу в виде документа вы это настраиваете. Сроки, условия, особое номинование, описание задачи, также автора проверяющего или обрабатывающего результат, момент разворачивания до конкретных сотрудников перед выполнением действия, при его заполнении, при запуске, в обработке. То есть, если вы используете роли или автоподстановки, вы можете настроить, когда у вас будут отображаться именно конкретные сотрудники. Это будет перед выполнением действия, либо сразу при заполнении вы увидите, либо при запуске в обработку документа вы будете видеть, развернутый уже до конкретных сотрудников. И уникальные для каждого вида действия настройки. Например, здесь можно настроить возможность согласования в режиме замечания, формирование, виз согласования, формирование резолюции и способ подписания. Также другие настройки. Условия добавления участников обработки. Условия позволят гибко управлять настройками действий и составом участников самой обработки вида документа. Они представляют собой набор правил, по которым действие в зависимости от заданных параметров назначается участнику. Например, что может служить таким условием? Если у нас сумма документа составляет больше какой-то определенной суммы, допустим, более 100 тысяч рублей, то у нас подписывает директор. Либо если там, допустим, более определенные суммы, то у нас согласовывает финансовый директор. Менее такую сумму у нас финансовый директор, допустим, не согласовывает по процессу. Это незначительная сумма, дабы не перегружать своих сотрудников ключевых. Можно настроить такие правила. Условия предусмотрены в действиях согласования, подписания, исполнения и ознакомления. Также условия у нас может быть создана в одном из трех режимов. То есть также, как и ранее, сохраняются три режима создания условий. Может быть использован в режиме конструктора, где вы устанавливаете сами правила, создаете правила. Также может быть в виде поражения на встроенном языке и в виде целых комбинаций из нескольких условий, где вы, допустим, в режиме конструктора используете несколько условий и их комбинируете между собой. Условия участников, они проверяются при старте действия. И если у вас в карточке действия правила обработки документа установлена настройка, разворачивать до конкретных сотрудников перед выполнением действия. На скрине у нас вот сейчас отображается, как это у нас выглядит в системе. То есть внизу мы видим момент, когда у нас заполняется до конкретных сотрудников на скрине как раз эта настройка. Также мы видим на скрине условия обработки нашего документа. Здесь у нас указано, что сумма более 100 тысяч, сумма менее 100 тысяч. Мы это все видим. Далее. Если у нас наш сотрудник из обработки будет удален и при невыполнении условий его добавления в обработку, то система нас об этом предупредит. То есть выдаст сообщение, что директор будет удален по условию настроек. Чтобы мы не пропустили этот момент и потом не гадали, почему у нас данному сотруднику документ не пришел по маршруту. Также мы можем, если мы понимаем, что наш сотрудник не должен быть удален из-за обработки документов, то мы можем его защитить от этого. То есть вот так у нас отмечается в системе замочком сотрудники, которые защищены от удаления. Это в том случае, если даже при любых условиях эти сотрудники у нас остаются в маршруте обработки. Также, что это нам позволяет, кроме того, чтобы защитить, гарантировать участие сотрудника определенного или роли в обработке документов. Это также позволяет нам добавить участников в несколько этапов сразу одного и того же действия, чтобы он в них присутствовал. Для чего это делается? Для чего нам нужно дополнительно обеспечить, чтобы у нас сотрудник сразу в нескольких этапах одного и того же действия присутствовал? Программа умная и в соответствии с условиями умной маршрутизации система проверяет, не отправляем или не дублируем мы отправку пользователя несколько раз одному и тому же. То есть не перегружаем ли мы его. То есть сначала у нас, допустим, директор должен согласовать, а потом он должен подписать. И программа считает, что два раза у нас директор посмотрит этот документ, хотя мог бы один раз при подписании сразу его и согласовывать. Для того, чтобы все-таки два раза попадал документ у нас одному и тому же пользователю, мы ставим отметку и защищаем его от удаления. Это тоже стоит предусмотреть при настройке. В списке участников карточки действия можно назначать особые наименования и описание задач. И также мы можем это видеть по особой иконке, что у нас добавлено описание наименования или описание задач. То есть также по иконке мы кликаем и можем добавить наименование. Это если у нас требуется уточнение по действию. Плановые сроки выполнения действия, они у нас задаются в правилах обработки документов. Также, как и ранее, у нас устанавливался 2-1 срок. Эти сроки должны быть обязательно предоставлены для каждого участника действия. Для настройки сроков в правилах обработки документов и настройки действий используются только относительные сроки для участников. Для всего действия срок в настройках не определяется, то есть он складывается из настройков сроков по каждому действию. Плановые сроки переносятся в карточку действия при создании самого документа. В карточке действия при необходимости можно их изменить. И фактически срок исполнения в карточке самого документа, позднее, когда вы будете создавать документы этого вида, автоматически фиксируется при выполнении действия. То есть мы помним, что у нас настройки производятся в виде документа и переносятся при создании в сам документ, который вы уже будете создавать при работе с документом. Соответственно, если вы делаете настройку в самом документе, то эти настройки там и будут создаваться. Управление составом участников действий. В карточках всех действий можно выбрать вариант изменения участников. Запрещать изменять состав участников действий нельзя. Разрешено, если изменять состав участников действий, можно. И разрешено, если не задано в настройках. Действие доступно только для редактирования, только если в правилах обработки документы участники не заданы. Также эту настройку можно устанавливать для каждого этапа действий, согласования и подписания. Например, что это значит? Для одного этапа разрешить изменение участников в действии можно, а для другого можно запретить, в зависимости от того, какие у нас действия и как у вас идет процесс. Настройка этапа отображается только если дополнительно созданы этапы. Также действия согласования поддерживают у нас работу с использованием усиленной электронной подписи. Для этого действия согласования, а также в настройке действия согласования в правилах обработки документа у нас необходимо обязательно включить настройку. Подписывайтесь усиленной электронной подписью. А также обращу внимание, что у нас предварительно должны быть выполнены настройки использования самой электронной подписи в системе. То есть если вы принимаете решение использовать, что сейчас очень популярно, использовать электронную подпись в системе, то необходимо выполнить предварительные настройки той электронной подписи, которую вы будете использовать, определиться с видами электронных подписей вообще и настроить усиленную электронную цифровую подпись. И далее ее уже можно использовать сразу в документах. Это придает документам юридическую значимость. Контроль версии согласованных файлов. В системе у нас появилась возможность контролировать версии согласованных файлов. Для чего это нужно? Мы видим, какая именно версия была у нас согласована и не менялся ли файл после этого. То есть система запоминает версии файлов, которые у нас жили, существовали в системах и в системе, и какие из них были согласованы. И при формировании печатной формы лист согласования или лист согласования с историей сравнивает версии файлов, приложенных к документу. Если между версиями согласованных и текущих файлов есть какие-либо расхождения, то система вам об этом скажет в поле замечания и комментариев. Вы сможете это увидеть. Возможность работает только, если предварительно включить в настройках программы визы согласования и настройка действия согласования формировать визы согласования. То есть предварительно тоже нужно понимать, будете ли вы эту функцию использовать и ее в системе настраивать. Чтобы просмотреть информацию о версиях документов, необходимо два раза кликнуть по полю и откроется подробная информация. То есть вы увидите, какие файлы были согласованы, какие отличаются от согласованных и какие добавлены уже после согласования. Версии файлов можно сравнивать между собой, чтобы сделать вывод, чем же они у нас отличаются. Также в настройке действия мы можем включить согласование в режиме замечаний, как раньше мы и говорили. Что такое согласование в режиме замечаний? У нас одновременно, это тоже новшество, документ оборот 3.0, одновременно работать с документом и вносить свои документы, свои комментарии в документ могут сразу несколько пользователей. То есть так как мы работаем обычно в Word, вносим комментарии, то есть мы не редактируем сам документ, а мы вносим комментарии. А автор документа уже позже сможет открыть, просмотреть все комментарии и сделать необходимые правки, если это необходимо, либо отклонить замечания и оставить в первоначальном виде свой документ, оставить как он есть. Сам плюс согласования в режиме замечаний в том, что согласующие могут работать параллельно, а не поочередно, как ранее. Сами замечания, сами история замечаний, протокол замечаний, они у нас тоже хранятся. И мы можем вывести их на печати или в лист согласования и просмотреть, какие из согласующих у нас вносили в документ, какие замечания, какие из них были приняты, не приняты, и сделать определенные какие-то выводы, с этими замечаниями работать. Также инициатору проще отработать замечания, так как файл Word автоматически переносится комментариями и привязаны к конкретным частям текста. То есть если у нас просто ранее был текст комментарии, нужно было выискивать, где же в документе нужно сделать конкретную правку, что же имелось в виду, то здесь уже прямо видно, в каком месте текста документа у нас есть неточность, либо по каким конкретным словам есть комментарий. Если для вида документа используются роли файлов, настройка ролей файлов, то для согласования в режиме замечаний у файла обязательно должна быть роль с включенной настройкой обязательный файл. В вкладку роли файлов, настройку мы с вами смотрели. Чтобы использовать эту возможность в настройках действия согласования, нам необходимо установить флажок согласования в режиме замечаний. То есть сама настройка согласования в режиме замечаний, сама возможность у нас доступна при установке этой настройки. Если используется клиент-серверная база, то здесь есть свои нюансы настройки. Необходимо будет запустить обработку выполнения заданий. Обработку можно выполнять либо с полными правами, либо с ролью выполнения заданий на клиенте. Из меню настройки раздела настройки сервис. По нюансам запуска обработки достаточно ее просто открыть, нажать старт и не закрывать обработку. То есть каких-то сложных действий она не требует. Вот ее запускаете и далее уже работаете. При согласовании в режиме замечаний мы начинаем работать в списке задач и открываем приложенный файл уже в режиме замечаний. Начинаем его редактировать через кнопку перейти к согласованию. Ну и как обычно в Word мы прорабатываем документ, открывается у нас карточка согласования с замечаниями и мы с ней работаем. Согласующий работает с документом в следующем порядке. В тексте документ выделяется фрагмент или слово, которое нужно заменить либо скорректировать. И на панели «Мои замечания» нажимает одну из тех кнопок, которые нужно сделать. Либо замечание, либо комментарий и выбирает результат согласования. Не согласованы, если были замечания и согласованы, если замечаний не было. Также можно показать замечания других согласующих в тексте, отобразятся замечания других согласующих. Мы можем это сделать по кнопке «Еще», панели инструментов. Можем посмотреть только текущий этап, при этом показывается только замечание текущего этапа согласования. Можно просмотреть все прошлые этапы, по пункту «Показать все прошлые этапы», и тогда система у нас будет их отображать. И показывает только предыдущий этап, будет отображение только замечания двух этапов – текущего и предыдущего. В окне согласующего над текстом документа будет расположен список приложенных файлов, и согласующий может добавить замечания к любому из файлов, а также к самому основному документу, с которым он работает. При работе с файлами других форматов текст документа не отображается. Работа ведется только с панелью «Мои замечания». Из карточки «Согласование в режиме замечаний» можно также открыть файл для просмотра Word. Для этого предусмотрена у нас кнопочка «Открыть для просмотра». И согласующий может не вносить замечания свои собственноручно, а может перепоручить эту работу подчиненным. То есть существует возможность по кнопке «Направить подчиненному» отправить задачу своему подчиненному. Также после завершения работы нажимаются кнопки «Исполнено» и предусмотрена многоуровневая работа, то есть исполнитель сам направляет задачу подчиненным и так далее. Также согласующий может отслеживать ход работы подчиненных на закладке под задачи. После того, как подчиненные выполнили все свои задачи, то их замечания обрабатываются на вкладке «Замечания». Тоже на скрине у нас подробно отображено, что у нас есть под задачи, замечания по задачам и мои замечания. То есть в зависимости от того, какую функциональность системы мы используем, мы открываем вкладки, меняем вкладки и видим то, что нам необходимо. Согласующий не может добавлять несколько замечаний к одному и тому же слову. Замечания подчиненных можно принимать или можно отказать в замечаниях. И замечание будет в зависимости от этого уже высвечиваться, либо как принятое, либо как не принятое. Инициатор согласования работает с результатом в списке замечаний. Он может принять или отменить замечания. Для этого на командной панели предусмотрены кнопки «Принять», «Принять все» или «Отказать». Инициатор согласования также может менять статус замечаний текущего этапа. И для этого в контекстном меню списка замечаний предусмотрена у нас команда «Отменить» или «Статус обработанного». И для внесения изменений в тексте документа на панели действий также у нас предусмотрена кнопка «Редактировать в Word», по которой документ откроется в приложении в Word. Для удобства инициатора в документе в Word эти замечания отображаются комментариями к тексту. Уже после внесения изменений необходимо обязательно закрыть Word и нажать кнопку «Вернуться в режим замечаний». На первом цикле согласования, отработав описанным образом все замечания, необходимо нажать «Повторить согласование». Задача будет снова отправлена согласующим. И в карточке документа на закладке «Обработка» с помощью меню «Результаты согласования» можно сформировать протокол разногласий, можно сформировать лист согласования, можно посмотреть все замечания к документу и протокол разногласий, если он есть, также включен в состав места согласования или согласования с историей. Также можно открыть протокол разногласий. И если документ у нас не согласован, то при дальнейшем подписании этого документа из карточки задачи, подписать можно, открыть протокол разногласий по соответствующей ссылке и его просмотреть, уже работать с протоколом. Также в программе реализована у нас полноценная поддержка действия подписания. Это действие у нас над документом уже идет. Это отдельное действие над документом. Полноценное действие объединено подписание электронной подписью в программе и подписание на бумаге. Для этого в действии подписания предусмотрен реквизит, способ подписания. Доступны в системе у нас следующие варианты подписания на бумаге. Собственно ручная подпись на бумаге, простая электронная подпись. Простая электронная подпись – это подпись без использования криптографии. То есть, по сути, это у нас комбинация логина и пароля, который у нас подтверждает авторство принятого решения в системе. То есть, когда вы утверждаете регламент работы с электронными подписями в своей компании, вы определяете, какие электронные подписи у нас будут использоваться. То есть, простая усиленная электронная подпись, усиленная электронная подпись, она имеет юридическую силу за рамками организации. Простая электронная подпись, порядок ее использования и правил вы определяете в документации обязательно до начала старта системы. Тогда у вас эти подписи, эта подпись будет иметь действие в вашей системе. Все три способа, они доступны в системе, доступны для использования в системе. Способы отображаются, если в правилах обработки документа для действия выбран тип подписания. То есть, если вы для действия выбираете тип подписания, то у вас есть, собственно, эта настройка, вы ее можете настроить. Также способ подписания связан с формой документа, которая задается в настройках вида документа. Для формы бумажной предусмотрен только вариант на бумаге. Для формы электронная для вида документа вы можете задавать усиленная электронная подпись или электронная подпись простая, то есть без использования криптографии. Для формы бумажная электронная усиленная электронная подпись, простая электронная подпись и на бумаге. Форма документа, которая у вас указана в карточке этого документа, также влияет на способ его подписания. Например, если документ был электронный, но способом подписания усиленной электронной подписи по какой-то причине он стал бумажный, то система сама автоматически поменяет его на способ подписания на бумаге. Тип подписания задач. Подписывающий видит, с каким типом подписания к нему пришла задача. То есть это будет простая электронная подпись, это будет усиленная электронная подпись или будет на бумаге. Для этого тип подписания указываем в заголовке задачи, то есть пользователь сразу видит, что ему нужно сделать, какой обеспечить способ подписания. Также, если у подписывающего есть замечающий сотрудник, то при выполнении задачи обеспечить подписание, программа будет предлагать ему, кто из замечающих сотрудников должен подписать данный документ. Эта возможность будет актуальна, если документ подписывается на бумаге и в действии подписания указан сотрудник, который обеспечивает подписание. При подписании документа с несколькими организациями в сторонах исполнитель задач может выбрать, от какого имени и какой организации он делает. Это важно, когда у нас используется в системе несколько организаций, когда у нас сотрудник может в разных должностях от разной организации подписывать. Тут тоже достаточно широкие возможности, то есть можно выбрать, от какой организации и с какой стороны подписывает у нас текущий пользователь. При одновременном выполнении нескольких задач из списка в этом списке отображается название документа и исполнитель задачи. Также для каждого документа отдельно можно указать организацию. Что у нас произойдет, если одну и ту же организацию выберут несколько подписывающих? У нас в таблице стороны карточки документа, они будут перечислены через запятую. Редактирование подписывающих вручную в таком случае системой будет запрещено. Вот мы видим здесь на оскрении, что у нас через запятую указаны все подписывающие, перечислены. Что у нас будет подписывать документ? Отчеты об исполнении. В задачу вида исполнения также можно добавить отчет об исполнении. Например, это может быть исходящий документ или файл, подготовленный по нашей задаче. Для компоновки отчета можно также использовать отчеты других исполнителей. И для этого в списке под задачи в карточке, в списках задач у нас предусмотрена команда перенести отчет об исполнении и приложение под задачу в эту задачу. На скрине мы видим кнопочку, по которой мы можем использовать данную функциональность. Перенести отчет об исполнении и приложение из под задачи в эту задачу. Отчет об исполнении под задачи включает выше стоящие задачи. И при выполнении команды, если под задача содержит приложение, они будут добавлены вложениями. Если среди приложений есть файлы, то они будут скопированы. Они не добавлены как ссылка, а именно скопированы. Если под задачи несколько исполнителей, то отчеты и приложения каждого из них будут добавлены. А перед частью отчета будет добавлено имя исполнителя отчета. Авторы задачи, в свою очередь, увидят отчеты исполнителей вместе с приложениями в карточке задачи. Другие участники уже исполнения смогут открыть все отчеты об исполнении из карточки просмотра задачи. Также в системе реализована возможность, мы ее посмотрим, настроить обработку документа с помощью схемы. В схеме можно перейти на закладки настройка обработки, в карточке вид документа. То есть там, где мы настраивали, просматривали с вами настройку обработки, у нас есть возможность просмотра и редактирования схемы. То есть по умолчанию у нас схема имеет линейный вид и соответствует порядку выбранных действий. Такая схема у нас обновляется и формируется автоматически, когда мы настраиваем действия документов в списке. Также мы можем изменить нашу схему по кнопке «Изменить схему» и включить режим редактирования. Кнопка должна быть доступна только ответственным за НЦИ и администраторам. Так как от этого, так же как и списком вы редактируете порядок работы с вашим документом, так же и через схему вы редактируете порядок работы с вашим документом. И важно, чтобы в одних руках эти настройки все были. При настройке самой схемы вручную, помимо действий, можно добавить условия разделения, слияния, произвольные скрипты и декорации. Элементы старт, завершение, разделение, слияние, декорации и декоративные линии размещаются в схемах без дополнительных настроек. То есть необходимо выбирать их просто на панели и размещать в схеме. Существуют у нас правила некие при работе схемы, то есть основные какие-то принципы мы их тоже рассмотрим. Для размещения действия или скрипта действует следует выбирать соответствующий элемент, указывать место размещения на схеме, уточняем тип и выбираем заранее подготовленное действие или скрипт. То есть у нас изображено на скрине, как у нас происходит работа с схемой, и мы работаем именно графически с нашей схемой, добавляем действие, добавляем скрипт, по которому работает у нас это действие. Список действий, он ограничен настройками обработки. Если необходимы другие действия, которых у нас нет в настройке обработки, то их следует сначала добавить в список настройки обработки и только тогда уже работать в схеме. В списке выбора сером выделены действия, которые уже размещены в схеме, связанные с другими элементами. Одно и то же действие у нас может быть размещено в схеме только один раз. Скрипты подбираются из общего справочника скриптов, используются для схемы обработки. Добавление новых скриптов при необходимости доступно у нас только администратору. Ответственный за НСИ может только размещать эти скрипты в схемах, то есть добавлять он новые скрипты не может. Ошибочный выбор действий или скрипта можно изменить. Для этого необходимо дважды кликнуть по элементу и выбрать тот, который нам необходим, который мы хотим поменять. Также порядок настройки условий схемок у нас следующий. Мы выбираем соответствующий элемент на панели инструментов, указываем место размещения в схемах и соединяем с другими элементами в схеме. То есть здесь у нас уже на картинке, на скриншоте указано, каким образом мы выбираем порядок настройки условий в схемах. Какие у нас основные правила? Я ранее об этом говорила, что есть основные правила и принципы. В схеме у нас должен быть только один элемент старта и один элемент завершения схемы. Все соединительные линии, которые добавляются вместе с элементами, должны быть соединены обязательно с другими элементами. И все линии, вышедшие из разделения, должны обязательно в какое-то слияние у нас парное пойти. Если слияния вообще в схеме нет, то в завершении. При этом недоступно пересечение распараллельных веток маршрута разделениями. Если для вида документа определены настройки обработки, то они используются для обработки документов этого вида. В этом случае схему обработки документа можно посмотреть из карточки документа на закладке обработка. По команде еще схема обработки. Такая схема обработки доступна только для просмотра. Если у нас для вида документа нет действующих настройок обработки, то схема, как и настройка обработки, выполняется для конкретного документа. Об этом я говорю. Бывают случаи, когда мы либо редко пользуемся видом документа, либо у нас каждый документ обрабатывается уникально и имеет порядок обработки уникальный. Тогда мы настраиваем именно в самом документе обработку, настройку обработки производим. Также и схему мы в этом случае настраиваем в самом документе, а не в виде документа. Схема для настройки обработки также формируется у нас в документе автоматически. И для просмотра изменения схемы следует использовать ссылку «Схема». Также схемы у нас при обработке конкретного документа для изменения всем пользователям доступны, у которых есть права. Если схема задана в самом виде документа, то ее в документе изменить уже нельзя. Если действие отсутствует в обработке документа и не было задано у нас в правилах обработки документов, но оно предусмотрено в настройке обработки вида и размещено в схеме, то оно пропускается. И отрицательный результат действия не останавливает обработку, если следующий элемент схемы не является действием. Согласование с отрицательным результатом или протокол разногласий не останавливает обработку, только если следующим элементом по схеме является действие подписания. Во всех остальных случаях останавливает обработку. Также у нас существует настройка автозапуска обработки. Мы можем использовать два варианта, либо интерактивный запуск, либо автоматический. Интерактивный означает, что после указанного на настройках какого-либо события программа сама предложит запустить обработку. И пользователь уже должен с этим согласиться, либо не согласиться. И автоматически, когда после указанного на настройках события обработка у нас запускается сама, и пользователь не спрашивает. Для того, чтобы настроить автозапуск в карточке вида документа, также на закладке настройка обработки, мы это посмотрим, необходимо перейти в настройки автозапуска и установить соответствующие настройки там. Также в качестве дополнительных настроек можно указывать условия. Выше мы об этом уже говорили. Что условия у нас задают с помощью трех инструментов. Можно задать скриптом, можно задать конструктором и можно задать условия комбинации нескольких условий. Также мы можем удалить настройку запуска обработки из контекстного меню на список настройки обработки. Такая возможность у нас тоже существует. В карточках документов на закладке обработка отображается действие, заполненное из правил обработки документов. Если позволяют настройки доступности, отредактированные или добавленные пользователям, именно вручную. Что у нас находится в составе закладки обработки в документе. Там у нас жирным шрифтом отображаются действия, стандартные этапы этих действий, их участники. То есть состояние документа, дата, состояние и срок, плановый срок в карточке действия для каждого участника. В колонке сотрудники отображается информация о том, кто реально будет исполнять действие. Участник действия отображается предварительно развернутыми до конкретных сотрудников или ролей, если у нас используются автоподстановки. Таким образом мы можем увидеть, кто у нас реально, какой состав сотрудников будет обрабатывать документы. и проверить, все ли у нас там указаны, возможно, кто-то пропущен, кого-то забыли, и сразу вовремя скорректировать свои действия. Автоподстановки. При выборе автоподстановок подразделений рабочих групп, если мы их используем, или ролей, до выполнения действий исполнители подставляют следующим образом. Одна автоподстановка подразделения рабочих групп могут превратиться в несколько строк. Например, если по автоподстановке все согласовавшие документы появляются список этих сотрудников. Если по автоподстановке не найден ни один сотрудник, то программа покажет это пользователю и выделит строку красным цветом. Роли у нас разворачиваются в одну сторону. Но если исполнителем роли никто не является, то строка также выделится красным цветом. Пропущенные действия. Действия уже запущенной обработки могут быть автоматически пропущены в двух случаях. Если действие по каким-то причинам оказалось без участника, то есть, вероятно, участник был удален вручную, не найден по автоподстановке. Либо если действие регистрации для уже зарегистрированного документа. То есть, вначале уже было зарегистрировано документ, и у нас в списке обработки то также есть действие. После запуска саму обработку можно также остановить при необходимости. Если, допустим, нам нужно что-то скорректировать, уже в запущенном, скорректировать в настройке обработки уже запущенной обработки, то мы можем ее остановить прямо в карточке документа, сделать необходимые корректировки и запустить далее. После нажатия кнопки «Остановить» закладка обработка становится пустой. ее можно снова перезаполнить заранее подготовленными настройками. Также в еще не запущенной обработке при изменении ключевых данных документов, например, вида, тематики, подразделения, организации и других, при заполнении обработки оно выполнится также автоматически. В этом случае программа перезаполнит ее заранее подготовленными настройками, не трогая введенных вручную участников. Для перезаполнения запущенной обработки мы уже видели, что ее необходимо приостановить. Остановленные обработки помещаются у нас в историю, которую можно посмотреть в команде «Открыть историю» и понять, кто у нас, к какой причине, когда останавливал обработку. Чтобы запустить заново завершенную обработку, ее нужно поместить в историю команды, еще поместить в историю, и в историю видны и текущая обработка, и помещенные в историю. Также мы можем провести детальный анализ обработки. Для начального анализа, детального анализа, предусмотрена соответствующая команда, код обработки, которую мы можем раскрыть и увидеть подробно все действия от начала и завершения всей обработки. Состояние документов записывается в разрезе действий, который их устанавливает, а настройки доступности по состоянию настраиваются в разрезе уже видов действий, благодаря чему состояние теперь точнее отражает текущий статус документа, чем ранее в предыдущей версии. Настройки доступности по состоянию стали более гибкими и позволяют более точно у нас уже настраивать доступ к отдельным полям документа. И мы видим здесь пример на скриншоте настроек доступности по состоянию. Также у нас есть функция установки документа на контроль, на персональный, в том числе и автоматически для исполнения. Для постановки на контроль вручную в карточке действия достаточно выполнить команду «Еще контроль». И та же самая команда у нас есть в контекстном меню закладки «Обработка». Команда доступна всем пользователям. При этом мы открываем карточку постановки на контроль и можем указать сроки, видеть, кто и когда будет у нас контролировать это действие. Все исполнители действия автоматически переносятся в поле, кого контролировать завершенный или помещенный в историю действия уже поставить на контроль нельзя. То есть у нас только незавершенный мы можем поставить на контроль. В действии исполнения можно указать контролера, только действие автоматически будет поставлено на контроль, указанному сотрудникам, когда обработка у нас дойдет до этого действия. И при настройке действия исполнения в правилах обработки для контролера можно использовать также не только конкретных сотрудников, но и автоподстановки. При прерывании обработки действий, которые еще не были сняты с контроля, снимается с него автоматически. Когда участник контролируемого действия выполняет свою задачу, то в поле контрольной карточки устанавливается статус «Исполнено». Теперь посмотрим с вами на системе, как я и говорила. Переходим снова в нашу систему документа «Оборот». И сейчас мы находимся в виде документа и можем видеть, как у нас настройка выглядит именно в системе. То есть сейчас мы видим действующую настройку, для которой задана дата. Действует она с 1 декабря 2020 года и конечный срок у нас не установлен. То есть в период действия мы можем конечную дату установить, а можем не определять конечную дату, и тогда у нас эта настройка будет действовать постоянно. Указаны настройки для самой настройки. То есть что мы можем посмотреть? Посмотреть режим автозапуска. Автозапуска на данный момент у нас режим автозапуска не задан. То есть у нас есть автоматический и интерактивный режим автозапуска. Ручная регистрация документа, закрытие карточки только что созданного документа. Мы настраиваем, исходя, что у нас требуется. И важно нам посмотреть схему. Мы ее рассматривали. Схема у нас, как я и говорила, линейная. И мы ее сможем уже редактировать. То есть работать со схемой документов, исходя из тех этапов обработки, которые у нас заданы в настройке. Также мы можем задать условия запуска нашего документа. В данном случае они не заданы. Попробуем, посмотрим, что у нас в условиях. То есть мы можем указать одно из тех условий, которые у нас в системе заданы. Вот мы на примере смотрели, что сумма у нас больше 100 тысяч рублей. И видим, как у нас созданы условия. То есть в режиме конструкции конструктор может комбинаться из нескольких условий и на встроенном языке. Посмотрим, как у нас выглядит настройка на встроенном языке. То есть она у нас указана в виде скрипта на встроенном языке. Есть такой способ. Либо посмотрим, как выглядит у нас настройка в режиме конструктора. Я бы посмотрела комбинации из нескольких условий. То есть у нас используется группа «не» и результаты проверки условия. Если у нас Федоров участвует в подписании, то группа «не». Тремя способами мы можем задать условия. Также мы можем задать правила эскалации и посмотрим, что у нас в правилах обработки. Правила обработки у нас задаются для каждого действия. То есть здесь мы уже подробно можем задать, кто у нас согласовывает, какой срок и по какому условию. Условия также мы можем для каждого этапа задавать. Также здесь в настройке согласования договора мы устанавливаем то, о чем говорили. Возможность согласования в режиме замечаний, подписание электронной цифровой подписи, можно ли менять участников. Устанавливаем сроки и порядок согласования нашими пользователями. Все остальные вкладочки мы с вами уже посмотрели. Также здесь же мы добавляем либо настройку, то есть такую же настройку, допустим, если у нас другого периода, настройка является периодичной, и мы добавляем еще другую настройку. Либо мы подбираем действующую настройку, уже действия дополнительные. Теперь посмотрим, как у нас выглядит в самом документе эта обработка. Мы помним, что настраивать мы можем как в виде документа, так и в самом документе. Если у нас в виде документа обработка настроена, то при создании документа у нас настройка соответствующая подтянется. вид документа, у нас договор аренды. Если у нас вид документа не настроен, не произведена настройка обработки в виде документа, то настройку мы делаем аналогично, все то же самое, только уже в самом документе. Сейчас программа у нас подгрузится. В самом договоре у нас существует вкладка, которая отражает все то, что у нас в виде документа. То есть мы видим все те же этапы. Видим, в каком состоянии у нас этот этап сейчас находится. И видим, что она у нас начата, обработка документа. Таким образом у нас выглядит в системе обработка документов. То есть если раньше мы настраивали процессы, маршруты процессов, то теперь мы это видим иным более удобным способом. Мы можем настраивать обработку как для вида документа, так и для самого документа. Настройки у нас достаточно тонкие. По разрезам настройки необходимо использовать минимально необходимые. То есть не нужно создавать лишние настройки, которые будут потом отнимать у вас лишнее время на сопровождение этих настроек, на корректировки при необходимости. Итак, мы с вами рассмотрели настройки обработки документов. Мы с вами рассмотрели все тонкости настройки обработки, возможности, которые эта функциональность нам дает. Рассмотрели в режиме замечаний. Рассмотрели постановку на контроль документов. Особенности использования электронной цифровой подписи. Наши контакты указаны сейчас на нашем слайде. То есть вверху указана почта и номер телефона, на который вы можете обратиться. Если вопросы какие-то мы не рассмотрели, но если какие-то вопросы остались, дальше возникнут, мы всегда будем рады помочь. На сегодня я с вами прощаюсь. Коллеги, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok